МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Народном телевидении Хибины. И сегодня для вас в кадре работаю я, Галина Минакова, главный редактор Народного. А за кадром вся наша дружная команда журналистов, операторов, видеоинженеров, всех, кто не в отпуске. И для тех, кто так же, как и мы, проводит это лето в Хибинах, наш очередной выпуск. Начнем со статистики по коронавирусу. Данные оперативного штаба по вопросу эпидемической безопасности Мурманской области. На утро 20 июля выявлено 172 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего в Мурманске – 83. И в соседнем собластном центре Североморске – 68. В Кировске – 1. В Апатитах новых заболевших нет. В целом регион занимает 14 место в общероссийском списке по количеству заболевших. Число жителей Заполярья с положительным тестом возросло до 8444. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 3. Выздоровевших и выписанных из больниц стало больше на 7 человек. Глава Апатитской администрации Николай Бова выступил с отчетом о реализации национальных проектов, об участии муниципалитета в стратегическом плане «На севере жить». Ремонт библиотеки имени Гладиной, реконструкция гостиницы «Аметист», новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Что еще? Смотрите в нашем следующем сюжете. «Вертикаль» – так назовут физкультурно-оздоровительный комплекс на проспекте Сидоренко, который планируют открыть уже менее чем через полгода. Объем вложений в этом году составляет 160 миллионов рублей. На сегодняшний день работы проводятся в соответствии с графиком. Срок сдачи строительных работ – 1 октября нынешнего года. Ну и бот объекта в эксплуатацию – конец нынешнего года. Я очень надеюсь, что у нас все это получится. Подрядчик это все прекрасно понимает. Контроль за работами со стороны муниципалитета налажен ежедневный. Поэтому в конце этого года город Апатита получит еще одно достойное спортивное сооружение. Подробно глава администрации затронул тему поддержки здравоохранения. Напомним, больница в Апатитах финансируется из областного бюджета. Но и здесь муниципалитет не остается в стороне. Для льготников в здании поликлиники на улице Бредова зимой открылся аптечный пункт. Кроме того, бюджет оплачивает для апатитчан проезд на такси в ночное время из приемного отделения Кировска, если пациента привезли на скорой, но госпитализация не потребовалась. Также компенсируется стоимость поездки в областные медицинские учреждения. Мы продолжаем возмещать расходы по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области. На эти цели в этом году более миллионов рублей запланировано, но при необходимости эта сумма будет увеличена. Николай Бова рассказал о проекте капитального ремонта фасада и кровли библиотеки имени Гладиной, танцевального зала в городском ДК. Совместно с корпорацией развития Мурманской области разработан инвестиционный проект реконструкции гостиницы «Аметист». Подробнее об отчете главы администрации смотрите в специальном выпуске программы «Город живет» уже на этой неделе. Филиал МАГУ в городе Кировске ждет выпускников 9-х и 11-х классов. Подать документы на обучение по программам среднего профессионального образования можно вплоть до 25 августа. В этом году образовательная организация предлагает абитуриентам 170 бюджетных мест. Выпускники 11-х классов смогут обучаться по направлению обогащения полезных ископаемых. Для бывших 9-ти классников список расширен до 8 специальностей. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, электроснабжение, гостиничное дело, очень популярная специальность среди девушек, программирование в компьютерных системах. Это специальности, которые мы запустили с прошлого года, то есть они достаточно новые, но уже востребованные. Это специалисты в области кондиционирования и вентиляции. То есть спектр очень широкий, есть из чего ребятам выбрать. Освоить профессию от и до помогут современные лаборатории, оборудованные в рамках комплексной программы взаимодействия учебного заведения с кировским филиалом АО «Апатит». Это сотрудничество будет продолжено. Предприятию необходимы квалифицированные кадры прежде всего из числа успешных студентов МАГУ. Они будут нужны на предприятии, их ждут на предприятии. И все те направления подготовки, они необходимы будут на нашем производстве. На данный момент подано 292 заявления. В связи с пандемией коронавируса приемная компания работает в дистанционном режиме. Выпускники школ могут подать документы тремя способами. По электронной почте, почтой России или через личный кабинет на сайте филиала. Входим в электронную приемную комиссию. И вот есть личный кабинет поступающего на программу СПО. Вот личный кабинет абитуриента. Они здесь регистрируются, входят и заполняют свои данные, предоставляют документы. Поступление идет на общих основаниях. По среднему баллу аттестата. При равном количестве баллов учитываются личные достижения будущего студента. Более подробно об условиях зачисления вы можете узнать в приемной комиссии. Вся справочная информация на ваших экранах. Сердце отдают детям. Таков девиз новой заведующей в Кировском детском саду номер 12 Светланы Ковун. Она недавно приступила к обязанностям, но уже успела прикипеть душой к своей работе. И продолжает здешние традиции. Одна из них – возделывание небольшого огородика. В свободную минутку Светлана Юрьевна приходит сюда, чтобы помочь воспитателям и малышам. В огороде мне очень нравится следить за всякими фруктами и овощами. Ребята у меня вообще замечательные. Как могут быть дети нехорошими? Все дети хорошие. Я всегда говорила, что нет плохих детей. Есть люди, которые не умеют с ними работать. За столько лет работаю с детьми, к ребенку любого возраста на этот подход. Педагогический опыт у Светланы Юрьевны действительно богатый. Начинала в ЦДТ Хибины – педагогом-организатором. Работала в отделе опеки и попечительства. В детском саду микрорайона Кукисвымчор. В Кировском детском доме. Возглавляла детский дом в Апатитах. Так что руководить большим коллективом, а в саду это без малого 80 человек, не в новинку. Говорит, встретили очень тепло и всегда готовы поддержать. Все приходят на помощь. Если мне нужна какая-то помощь от педагогов или от работников, все открыты и я также веду к ним навстречу. Светлана Юрьевна старается, чтобы все у нас было. Я думаю, что будем работать, сотрудничать. Светлана Юрьевна уверена, что на новом месте все сложится наилучшим образом. Ведь она всегда выполняет свое дело. На совесть. После долгого перерыва Кировский стадион «Горняк» снова в полном распоряжении горожан. И в следующем сюжете мы расскажем о том, какие ограничения действуют для посетителей и с какой проблемой столкнулись работники комплекса после его открытия. Екатерина Короневич с двумя маленькими детьми часто приходит на стадион. Но не для того, чтобы заниматься. Малыши любят здесь просто гулять. Я надеюсь, что дети, может быть, будут таким образом приобщаться к спорту, видя других спортсменов. Иногда они ходят сюда с папой на футбол, но это было до карантина. Поэтому сейчас они вот просто смотрят, как другие занимаются. Кировчане бегают, занимаются на тренажерах, приводят себя в форму после долгой паузы. Как, например, горнолыжник Игорь Гарага. Мне наоборот хорошо, потому что мне надо тренироваться к лагерю. В общем, другим людям полезно тренироваться. Но потому что закаляет силу духа, тело закаляет. Ну, то, что это наоборот хорошо, то, что не закрытый, не платный, а то, что люди спокойно могут заниматься. Все требования Роспотребнадзора при организации работы стадиона соблюдены. Массовые игры не проводятся. Трибуны и тренажеры каждые полчаса обрабатывают хлорным составом. Когда вы приходите потренироваться, рекомендуем брать, либо одевать старую одежду какую-то, потому что хлорный состав может частично выбеливать ткани и нанесить им вред. Либо брать с собой, может быть, полотенце, которое подкладывает. Тем более, все тренажеры, которые приспособлены для того, чтобы использовать и оставлять свое полотенце. Занятие физической культурой и спортом улучшает самочувствие, поднимает настроение и является отличным способом встретить единомышленников. Поэтому мы приглашаем всех провести свой досуг с пользой для здоровья на городской стадион спортивного комплекса «Горняк». Уверена, что каждый из вас найдет занятие по душе. Интерес к здоровому образу жизни прекрасен. Но даже несмотря на ограниченное количество посетителей, на стадионе после его открытия появился мусор. Вот сколько бутылок упаковки окурков за один час собрала Дарья Попова. И столько мусора собралось, и даже не представляю, как столько вещей, может быть, если стадион, то создан вообще для спорта. А тут много бутылок всяких, что я даже не знаю, то ли тут пьянка, то ли спорт. Ну это очень плохо. Я считаю, до мусорки можно же дойти. Что мусор положить, бутылку там в карман, там в рюкзак. Я не понимаю реально, там бычки я видел тут кидать. Просто это реально по-свински, честно. Я вот никогда не мусорю. Можно сточить меры по охране, может быть. Территорию пропускать, проверять людей, смотреть, чтобы не мусорили. Не проносить ничего с собой в бутылки, там сигареты, еще что-нибудь. Многие люди приходят на стадион не просто потренироваться, а проводят здесь время, отдыхают, тут загорает на трибунах. Мы не против этого. Есть определенные требования, социальная дистанция и требования не мусорить на стадионе. Есть большое количество урн. Уборка на стадионе выполняется работниками горняка, работниками, которые задействованы в общественных работах, фактически вручную. Нужно учесть и просто уважать их труд. Сотрудники горняка обращаются к горожанам с просьбой культурно проводить время на спортивном объекте. А если вы заметите, что кто-то портит имущество или бросает мусор, звоните в администрацию спорткомплекса. Телефон вы видите на экране. Кировские волонтеры установили оградительные столбики на могиле героя антитеррористической операции в Чечне. Александр Ян в 2008 году участвовал в боевых действиях, был тяжело ранен, вернулся домой и в течение нескольких месяцев скончался. Его мама обратилась к волонтерам. Очень близко к сердцу воспринял проблему Любовь Владимировна. Погиб наш парень, кировчанин. За нас всех погиб. Поэтому не помочь было практически невозможно. Кировчане помогли облагородить могилу. Сварили оградку, устанавливать приехали на выходных. Мы с ребятами решили откликнуться на просьбу тех родителей и семей, которые нуждались в нашей поддержке, помочь тем солдатам, воинам, которые отдали жизнь за мир на нашей земле. Потому что это бывает всегда необходимо. Все-таки возможностей у людей не так много. Но мы всегда рядом и стараемся помочь в этом. Мама Александра Яна на кладбище не пришла. Не смогла справиться с переживаниями. А Илья Ильин готов и дальше помогать Любови Владимировне. Волонтерский центр будет оказывать ей всю необходимую поддержку. Война забрала сына у Любови Владимировны, но она не останется одна. Я лично и волонтерский центр будем помогать ей во всем. Эта территория возле гаража на улице Парковой сильно отличается от других. Цветы, разрисованные камни, есть даже Дед Мороз. Такую красоту создала кировчанка и представила ее на конкурс «Цветущий город». Ирина Погорелова разбила цветник несколько лет назад. К делу подошла с опытом предпринимателя. Минимум затрат и безотходное производство. Из камней с этого участка создала произведение искусства. Краска и банка у меня была, а задумка, вот как получится, так и получится. Там колобок у меня, Дедушка Мороз, как говорится, хоть и лето появился. Да как же, колобок на печи, из печи он только вышел, ждет, чтобы пришли его попробовали. Ромашки вон, мухи, стрекозы, ну всего полно. Грибы у меня всякие, мухоморы и подосиновики появились. Декоративные бабочки и стрекозы живут среди колокольчиков и примул. Комиссия конкурса оценила творческий подход автора. Очень приятно, на самом деле. Поставил самые высшие оценки, честно, даже скрывать не буду. Очень радует. И договорились с Ириной Яковлевной, что еще под ее домом посмотрим, может быть там возможность какая-то есть. Она готова и там усовершенствовать территорию и немножечко добавить красок в жизнь. Очень необычный дизайн. Видно, что сделано все с душой, с такой любовью. Никогда бы даже не подумала, что на территории гаражей можно такую красоту создать. И хочу выразить слава благодарности таким жителям, которые дарят нам эту радость, красоту и положительные эмоции. Участников цветущего города прибывает. Их уже 20. Один из новых – Анна Дудукина. Она устроила полисадник на Олимпийской 47. Здесь бархатцы, ноготки, петуньи, водосбор, сирень и другая зелень. Рассоду мы бывает и покупаем. Бывает дома берем с семенами. Обмениваемся друг с другом. Допустим, у меня такие цветочки даю соседям, они мне дают другие. Вот примула первая сходит. После примула сходят нарциссы. Ну и остальные в течение двух июня, июль, август. Еще вот колокольчики должны взойти. В этом же дворе конкурсный цветник Галины Ромашкиной. С декоративными корзиночками, статуэтками аистов, снегирей. С растениями Галина Андреевна разговаривает, как с родными. Я прихожу и говорю, какие вы у меня молодцы. Умнички, все принялись. Скоро зацветут у нас ромашки, другие цветы. Поэтому я прихожу, мне очень нравятся анютины глазки. Мне нравятся очень петунья. Я все с ними общаюсь. Конкурс «Цветущий город» длится в течение всего лета. Участники приглашают к себе комиссию в зависимости от периода цветения растений. Заявки принимаются до 30 августа. Итоги конкурса подведут в сентябре. На сегодня это все новости. Увидимся на Народном. Мы работаем для вас каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова